Итак, следующий наш эксперт. Время поговорить про время. В коронавиатре сегодняшний встреча. Доделаю христианину. Доделаю христианину. У нее было 4,20. Этого немножко не хватило. Дальше. Ирина. Тоже чуть-чуть мы здесь в импровизации сделали дольше, потому что у нас была двойная. Сначала импровизируют 4 человека, потом импровизируют Ирина. Ну там уж нельзя, чтобы два человека выступило, поэтому маленьким пришлось закидать в глаза. Кирилл. Засеките мои три минуты. Как еще три минуты? Вот. Очень много было твоих трех минут. Но я активно не махал красной карточкой, потому что, ну, как тебе перерывать? Они все очень полезные. Ты даешь обратную связь и не можешь ее сделать в три раза. Короче, никакого вылья, тогда никто не получит. Я считаю, что хоть и на ужин опоздал, но все, что было сказано, оно было не зря, оно украсило встречу, оно было по делу. И ставки просто мастериться, они очень красиво подводили к речам, экспертным ролям и так далее. Все было по делу. Что делать? Просто учитывать это в программе встречи. Потому что, как бы мы ни старались, мы бы не успели сделать сессию оценки в 20 минут. Это просто арифметика тут не сходится. И по подготовленным речам там тоже 15 минут на них. Но вы же понимаете, никогда не бывает так, что все выступают ровно по 7 минут и нету между ними ставки. Совсем никакой. У меня все. Спасибо. Спасибо, Даниил. Итак, теперь мы знаем, куда мы спешим. Мы спешим отпустить Даниил на ужин. Есть все равно хочется. Так что, как сказать, война, война и обед по распорядку. В данном случае ужин. Спасибо тебе и за отличный пример про NBA, золотой стандарт времени, и за то, как ты следил за временем, и как интересно, с юмором представил свой отчет. Мне кажется, образцовая работа хронометриста нескучно, с цифрами, с пожеланиями и предложениями. С пользой поделать. Спасибо.